Микс Ньюс У нас гости! Ребята! А это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радио.com 672 12 93 9 Добрый вечер, уважаемые радиослушатели В эфире Вечерний разворот, меня зовут Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев Телефоны прямого эфира 672 12 93 9 672 13 93 9 Звоните нам, а также пишите в фейсбуке На страничке радио Болтком Вы это можете делать, Болтком через К И на страничке в фейсбуке Микс Ньюс ЛВ А в гостях у нас сегодня Группа Огнелед Практически в полном составе И примкнувшие к этой группе Фронтмен группы Которую я прочитаю, потому что выговорить это Очень сложно, группа называется Эй чувак, не подбросишь ли ты нас До ближайшей железнодорожной станции Ничего не забыл Дикий Стасик он на себя попросил именовать Ну так и будем, наверное, все-таки с рок-музыкантами имеем дело Ну а что касается группы Огнелед, то я постараюсь сейчас всех представить Во-первых, это солист Дима Огнелед Привет Также Максим Остроухов, Евгений Дубовиченко, да Бас-гитара и Николай Воронин Барабаны всех А, и Максим Остроухов еще Всех представил Андрей Будем по ходу дела выяснять Поскольку у вас много, а я со своим почерком даже Вот я все записал, но разобрать уже не могу Ну хорошо, группа Огнелед Я послушал ваши песни И поэтому мне стало интересно с вами поговорить Потому что, как мне кажется Может это не так, может это такое субъективное восприятие У вас такая остро-социальная направленность Но не в плохом смысле этого слова Как ЖКХ и так далее Ну, вы, в общем, пытаетесь обратить внимание на некие человеческие проблемы Человеческие пороки Вот правильно я интерпретировал? Да, я думаю, что это как Можно сформулировать, как мы это формулируем Социально-психологическая сатира Ну да, это не протест Я там ненавижу своих родителей Там ненавижу своего президента И что это, как это обычно все бывает Потому что они мне не дают деньги на мороженое Или на что там, не знаю, на кокс Сейчас еще и на пенсии Да, ну это мы потом поговорим обязательно, конечно А это такой просто, ну что ли, экскурс Психологию человека вообще как такового Как он живет, его взаимодействие с обществом Общество как такового тоже, как набора такого индивидуумов А общество это набор индивидуумов? Или это все-таки масса? Потому что это мы говорим Да нет, это, конечно, с какой-то точки зрения набор индивидуумов Если так смотреть, как это сейчас принято, скажем В современной парадигме, как мы вот живем То есть это обычно всегда представляется Что каждый из нас это какая-то индивидуальность Но на самом деле у общества есть свои, конечно, законы Внутренние И оно уже само по себе, это не просто отдельные какие-то люди Оно имеет свои социальные законы Законы общества, это законы стаи? Ну в какой-то степени, конечно, обязательно стаи Мы же произошли от приматов, разумеется Там что-то стайное, что-то животное в нас, конечно, есть Вы согласны? Такая тишина Лидер говорит, остальные молчат У вас, кстати, в группе как принято? То есть у вас демократия, у вас авторитаризм, у вас тоталитаризм Абсолютно никакой демократии Дерьмократия у нас У нас жесткий тоталитаризм Лидер делает Я даже не могу согласиться на какую-то дату, если приглашают нас куда-то То есть я не могу сказать, да, мы играем или нет, мы не играем Пока я не приду и не скажу, чуваки, вот нас приглашают Но голосование не проводить? Ну это очень просто, потому что нас всего четверо Поэтому это как-то там без голосования Может быть ничья Ну я тогда поднажму, админресурс немножечко включу И тогда все будет хорошо Коррупцию Ну вы, кстати, у вас есть песня «Мы» И я ее тоже с текстом Когда вы, я знаю, что не очень любите слово «текст песни», потому что рассматриваете обычно это в комплексе Но если посмотреть на песню «Мы» и, опять же, мое субъективное восприятие Я сейчас говорю о своем исключительном субъективном восприятии Но это не замятинские мотивы, нет? Это не попытка вот такого антиутопического, то есть проанализировать общество в этом Мне очень стыдно, но замятина я не читал Сразу скажу Я много чего читал, наверное, но вот именно замятина не читал Но вы знаете «Мы» произведение Да, я знаю произведение «Мы» Я знаю, я знаю вообще жанр антиутопии Я понимаю его в целом, но я его не очень сильно люблю, потому что это такое Это продукция разочаровавшейся интеллигенции Как правило, российской, но и, в общем-то, наверное, отчасти западной тоже То есть просто это какое-то такое крушение надежд Какое-то время интеллигенты хотели, мечтали какими-то высокими идеалами жили Мечтали построить какое-то идеальное общество И в какой-то момент вдруг «поняли», что ничего этого не получится Потому что народ быдло не хочет жить так, как они хотят, чтобы он жил И вот это начинается антиутопия Вот, мы все умрем, все плохо Это стадо, это большой брат Это там все вот это Я не очень это люблю, честно сказать То есть какие-то, конечно, ноты этого всего есть тоже Мы это сейчас видим вокруг себя Не только в российском обществе и в западном обществе Это везде То есть это общая тенденция такая Но она где-то проявляется И вот можно, как это, вычленять Вот это мне нравится, это я буду видеть А вот это мне не нравится, или этого я не понимаю, я этого не вижу Нужно смотреть в общем В общем, там все гораздо сложнее Мне кажется, что антиутопия – это такое упрощение сильное очень Поэтому я не сторонник вот таких вот вещей Я вообще стараюсь, если пишу какую-то песню, да У меня, как правило, нет конкретного значения смысла песни То есть я пишу просто свои какие-то переживания Пропускаю через себя что-то и все И вот то, что получается, это получается А переживания не очень многогранны Очень много всего, много слоев Но вы сейчас затронули тему взаимоотношения интеллигенции и народа Назовем это так и упростим эту ситуацию Эта тема насколько актуальна для современной России И для, может быть, ваших слушателей тоже? Есть вот этот зазор? Мне кажется, что она чрезвычайно сейчас актуальна Я вижу серьезный раскол в российском обществе Сейчас, ну, он, в общем-то, наверное, был давно уже Это еще Достоевский писал об этом там в Бесах Ну, вообще это у него красная нить проходит Вот, и российская интеллигенция сейчас явно Ну, она, можно сказать, что какая-то часть ее, конечно, не все они Она живет в каком-то параллельном мире абсолютно отдельно от всего народа Мыслит какими-то совершенно оторванными категориями Но, может быть, в этом и есть некий смысл интеллигенции? Она должна жить на некой дистанции? Ну, мне кажется, что нужно сохранять какие-то связи с реальностью Потому что если человек вообще отрывается и начинает какой-то бред нести Он просто обречен Ну, то есть, он не может жить, такой человек, в этом обществе То есть, это общество, оно его не принимает И он не принимает общество То есть, это такое взаимное отторжение Как это все, вот, кстати говоря, приехали же в Ригу, да Это же тут же много кто уже перебрался-то сюда Из наших интеллигентов Тоже хочется в кавычки заключить Но на самом деле же интеллигенты То есть, это люди умственного труда Какие-то там критики бывшие Или, ну, как правило, все они бывшие Потому что сейчас им сложно стало Ну, кстати, действующий пресс-секретарь, премьер-министр России Тоже имеет дом в Юрмале и вид на жительство Ну, это же прекрасно, на самом деле, то, что он здесь имеет Но я просто говорю о том, что вот люди, которые уезжают Они уезжают именно потому, что они тупо не могут жить Вот в этой стране с этим народом Они его не понимают И народ тоже его не понимает Но у нас народ сейчас, вот, это очень хорошо видно По выборам, которые прошли Ну, конечно, все кричат, что это там все подделано Все там, ну, мы-то с вами знаем Что на самом деле мы просто поездили по России Мы вот, я лично очень много разговаривал С простыми людьми, с простыми людьми И простые люди любят Путина Они любят единую Россию Им, может быть, даже наплевать Они не понимают, что там он говорит Но они понимают, что вот при Путине стало жить лучше То есть, стало просто там Достаточно денег, чтобы вот как-то там Сводить концы с концами При Путине стали бояться Россию Да, стали какие-то там Вот мы тут там, в Сирию куда-то там Что-то там прилетели Да, 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 да Конечно, ну, людям же это нравится все И как бы они естественно Ну, такой популизм, конечно, салин Но это понятно, что сейчас реально Власть, она пользуется популярностью в народе То есть, народ ее поддерживает, действительно И это не потому, что происходит Как это говорят многие интеллигенты Что типа, вот там Путин Он там через Киселевскую пропаганду Это все рассказывает На самом деле это не так То есть, отчасти, конечно, пропаганда Она присутствует, ее очень много даже Можно сказать так Но люди в основном ее поддерживают Даже не слушают То есть, они Да, это так Потому что по телевизору говорят Именно то, что люди хотят слышать То есть, они хотят слышать, что Мы империя А если это иллюзия Если, допустим, люди хотят слышать о том Что Россию уважают и боятся Ну, если это несколько преувеличено, скажем так Ну, конечно, преувеличено Такая история, которая может в конечном итоге Вот как, не знаю, ложная надежда и так далее Что кажется, что ты такой Но на самом деле ты в этом своем телевизионном мире такой А за пределами... Да, но тут же никогда не загадаешь И не отгадаешь, что там будет впереди Люди же, они всегда живут какими-то эмоциями Ну, в основном Подавляющее большинство И люди, которые живут какими-то мыслями Что будет, просчитывают как-то на будущее Даже эти люди, они не всегда могут предугадать Что там будет Ну, можно сказать Вы считаете, что игра на эмоциях Игра на реакциях Общества, электората, народа Можно по-разному называть Это правильная стратегия? Это в данный момент справедливо? Я так скажу, что это всегда так было Так же власть всегда поступала Она всегда играла на эмоциях Она всегда жила Там, выйдет какой-нибудь там Ну, я не хочу говорить Гитлер Но какой-то орала Мы называем этот тоталитарным лидером В кавычках Мы просто проходили период, когда Россия считала себя полным Извините, вот Это ельцинский период Да Начало нулевых там и так далее Ну, то есть люди, они от этого страдали И от этого страдало государство целиком Развился комплекс Это негативный, как бы, период И лучше уж так, как сейчас, чем тогда Вот это интересный вопрос Потому что, если играть на комплексах И Вы упомянули Гитлера Я не хочу проводить аналогии Просто пример После Первой мировой войны И всей истории Версальского мира Германии именно как раз Гитлер сыграл На том, что немцы чувствуют себя Ниженными и оскорбленными Вот этого сейчас не наблюдается В России Да, конечно Ну, отчасти это есть, естественно Ну, как без этого Мы проиграли фактически холодную войну Или победили Ведь Вопрос Как относиться к Советскому Союзу Ну, не нужно строить иллюзии Была экономика Были цифры Против цифр не попрешь То есть, вот Статистику, да Достаточно посмотреть Какой был там ВВП Ну, там Прямого аналога нет, конечно Но экономика была гораздо мощнее То есть, гораздо были Большие перспективы какие-то у государства Но Союз проиграл по экономическим В первую очередь Ну, мне кажется, что это не совсем так Это комплекс причин Мне кажется Вот Моё мнение такое Что Ну, я как человек Искусства, культуры Я как-то Думаю всё время Вот о том Что, вот Ну, блин Вот чё-то там не додумали С какой-то вот Идеологией То есть, как-то вот всё посыпалось Была такая идея Создать какую-то Параллельную Реальность Параллельную Такую Альтернативную Такую реальность Коммунистическую Вот И в какой-то момент Это всё засбоило Просто потому, что Не потому, что А как-то вот Параллельность с этим Люди перестали верить В эту идею Всё С какого-то времени Ну, может быть Там 60-х годов Это как раз К вопросу Об утопиях И антиутопиях Что Советский Союз Получился Как раз Но это Разочарование Оно же может Настигнуть человека Везде В любом обществе То есть Вот тот же Орвелл Например Он же писал Про Англию В общем-то И он жил там И как бы Он писал не про Какую-то там Фантастическую Россию Советский Союз Где же ты изобразил В какой-то степени Гипертрофированный Кто как говорит Ну, в общем По большей части Исследователи Вот Сходятся на том Что они говорят Они говорят о том Что Орвелл писал Живописал Свою родину То есть Он в общем Это всё видел И по сути Все эти вещи Они сейчас В любом обществе Присутствуют Я уже сказал Об этом Повторяюсь Вот Ну, просто я хочу сказать Что люди Разочаровываются Там Обламываются Их какое-то Крушение надежд Происходит Независимо от того Тоталитарное Это общество Или демократическое Это всё условности То есть Мне кажется Что есть какие-то Конечно вещи Которые влияют Развитие личности Вот мы сейчас Это обсуждаем Да Что вот Толпа Индивидуум Ну, вот Советском Обществе Было принято Быть Как бы В коллективе Да Коллективизм был Нужен Вот Сейчас нам говорят Что надо быть Вот Индивидуумом И всё Но в Советском Союзе Тоже всё было Несовершенно Была номенклатура И были простые жители Кто-то имел Дачу и Волгу А кто-то имел Ну, разумеется Но ведь Всегда же Есть расслоение Общества В любом обществе Это же неизбежно Абсолютно Но коммунист Стремился как раз К тому Ну, стремился Но ведь Мы же даже тогда Слышали Что коммунизма Ещё нет Это мы ещё не построили Это ещё только первый этап Мы не дождались Видимо Давайте звонок Примем Надевайте наушники У нас на линии Радиослушателей Здравствуйте Говорите, пожалуйста Так Сорвался у нас звонок Только что был 672 12 93 9 И 672 13 93 Перезвоните, пожалуйста Что-то у нас Со связью Произошло Вот Мне интересно Потому что вы сейчас Говорите Может быть я не прав Поправьте тогда Но вы В общем Поддерживаете российскую власть Совершенно не поддерживаю У меня нет Никаких иллюзий По поводу Власти Вообще Как таково Я просто Как крыса Живу У меня есть Мои навыки Которые Я что-то умею делать Допустим Я выживаю И я выживу В принципе В любом государстве Но мне Импонирует То, что В России Происходят Какие-то Положительные перемены Ну Они были всегда Наверное Но вот сейчас Я их вижу больше То есть Я вижу, что люди Более-менее Довольны своей жизнью Конечно Это не всегда И не везде Но В основном Это Ну как Все познается В сравнении Вот как Максим сказал 90-е годы Это был просто Кошмар Для большинства Подавляющего большинства Населения Это был кошмар Давайте звонок примем Все-таки радиослушатель Прорвался До нашего эфира Здравствуйте Говорите, пожалуйста Здравствуйте Мы вас слушаем Так Что-то у нас с телефоном Попросим звукорежиссера Его перезагрузить Потому что Сигнал есть Ну вот, к сожалению Вывести Это, наверное Кровавая гобня Нам Обрезать провода Мы, кстати, недалеко от посольства Находимся Вот мы и подумали Когда шли Что там, наверное Нас уже Щелкают Я вот хочу спросить О том Должен ли присутствовать В рок-музыке Элемент протеста Или это такой стереотип Который часто Пытаются навязать На музыкантов На рок-музыкантов Что если в роке Нет протеста То, соответственно Это уже нет Мне кажется Не обязательно Совершенно Музыка Она просто должна Как бы Затрагивать Чувства человека Может быть Помогать ему жить Может быть Вызывать какую-то реакцию И все А будет это протест Или какая-то там Любовная лирика Или просто Какой-то образ жизни Который музыкант Ну, как бы Через свое творчество Транслирует Это совершенно не важно Главное, чтобы был отклик Чтобы человек Как любое искусство Оно должно вызывать Отклик какой-то То есть человек приходит Он попадает Как бы в другой мир Увидит Образ мира С другой стороны И тогда У него как бы Ну Вот его обычная жизнь Узкая Она расширяется Это помогает Просто жить Искусство должно быть Чем-то правдивым Или чем-то иллюзорным Вот по вашему представлению Оно должно открывать Человеку Какой-то другой мир Или В общем В какой-то степени Показывать его собственное Опять же Возможно Разные подходы Мы это видели Все в искусстве То есть абсолютно Там тот же Сальвадор Дали Которого никто Не может понять Вот Или например Сальвадор Дали Попсарь Ну я так привел Просто известный Мариф Например Я привел известный пример Вот Или там сумасшедший Дэвид Линч Тот же например Или например Ну если говорить О реалистах Ну кто у нас там Реалист? Да Не знаю Стивен Спилберг Да не Я немножко По-другому скажу Я на самом деле Я люблю протест Когда Что-нибудь там Протест Злятся Мы ездили на Как он называется Крымфест А можно да Говорить Что мы ездили в Крым Можете говорить Все что вы считаете Ну вот Значит Раз такое дело Ну просто нас там Не завернут Сейчас это Руки заспал Я шучу Конечно Хорошо В общем Мы ездили на Крымфест Выступать И там Играла группа Как она там Называлась Я забыл уже Слот Слот Да И там девочка Так вышла И кричала Протест Протест И все такие Дети там И довольны И все такие Прикольно А я спать пытался В это время Мне было не до шуток Не на самом деле Прикольно Когда люди злятся Ну это же важно Эмоции Вот Максим сказал Эмоции могут быть разные Там кому-то там Не дает девушка Он переживает А кто-то там Вот протест Ощущает какой-то Это же все Хорошо очень Просто часто На протесте Пытаются заработать Ну я хочу Немножко Чуть-чуть так Это В сторону Чуть-чуть Вот так вот Подгрести Я считаю Что вообще Искусство Это такой Шаманизм То есть Выходит человек Ну вот в частности Рок-музыка Очень такой Важный момент То есть Человек-шаман Он должен выйти Джим Моррисон Какую-то такую Пустить Такую волну И эту волну Там подхватывают Здесь она закручивается И вот такое происходит Какое-то Вот это же важно Очень А протест Ну можно Наверное И через протест А можно и У нас наверное Много протеста Есть Протеста Песни протеста Стас А как насчет Протеста в латвийской Рок-музыке Вот Ваша группа Она в этом смысле Преследует Какие-то цели Я боюсь Повторить название Да Можно сокращенно Эй-чувак Называть Да Эй-чувак Нет Не до протестов Мы в Европе Все Мне почему нравится Кстати Я вот сейчас Слушал Диму долго Заслушался Здорово Дело в чем Что Мне кажется Если и писать Какую-то протестную музыку Какие-то протестные стихи То в России Это легче делать Там это как-то Где-то подогревается Кем-то Там еще Что-то И можно как-то Что-то Грант можно получить Да Грант на протест В России Протестного Такого Конечно А у нас Машенку Прибить К этому Акцию Павленского На Павленского Да А у нас Протестовать В принципе Скучно И никто уже Не ходит Вот немножко Это С одной стороны Вроде и хорошо Европа Так спокойно А с другой стороны Мы вот так Все заплыли И делай с нами Что хочешь Пластилин Лепить Как угодно Для музыканта Вот это состояние Такой стабильности Или стагнации Можно по-разному Назвать Оно не является Некой проблемой Ну является Я думаю Для любого Творческого человека Потому что Когда хочется Хочется что-то создать И у меня такие моменты Хочется что-то создать Вот понимаешь Что надо Новую вещь Какую-то написать А о чем написать Так вот сижу И что-то И как-то идей нет Но потом Со временем Рождаются такие образы Ну Может быть Да Но со временем Опять же появляется Какой-то инцидент Какая-то мысль Приходит в гол Поэтому кстати Отсюда И у нас В принципе Основные Все наши вещи Они такие Сатирические Смешные Есть пару серьезных Но они бы из более старого Периода Ну хорошо Продолжая тему Взаимоотношения Музыки Искусства И политики Вот на ваш взгляд Эти два направления Эти два явления Они должны соприкасаться Или должны избегать Друг друга Вот как вы это видите Ну они могут Вполне Соприкасаться Раз они могут То они неизбежно Будут Соответственно Если это действительно Искусство Если это не какие-то Симулякры непонятные То есть То что мы сейчас видим К сожалению На российской рок-сцене То есть Это какие-то Непонятные Личности Которые непонятно О чем они вообще поют Для чего они поют Вот то что поют И они сами Не могут ответить На эти вопросы То есть Симулякры вы упомянули Как некий Принцип матрицы Что получается Это Иллюзорное Опять же Представление Ну это да Это бодрияр То есть Я имею ввиду То что имею ввиду То есть Я имею ввиду Конкретно То что сейчас Происходит в России Это фактическое Отсутствие культуры Как таковой То есть Мы потеряли культуру Которая у нас была Советская культура То есть Которую мы строили 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 Альтернативную культуру Она была там Ну Плохая Хорошая Где-то местами Она была просто Совершенно гениальной Где-то она была там С провалами Конечно Вот Но она была уникальна Она была своя Сейчас Ну не сейчас Это в 90-е годы Произошло Вместе с разрушением Советского Союза Мы потеряли В общем-то Фактически Весь вот этот вот Багаж То есть То что было Оно осталось Конечно Ну там Фильмы снятые Там какие-то Записи Там написанные книги Но дальше Просто обрыв И вот началось То что мы Вот сейчас имеем Это такой просто Вот Нам нужно Здесь вот Сделать Какую-то Дискотеку Так вот Ты будешь там петь Не будешь петь Так Ты будешь петь Там про трусы Там про Вишневую девятку Там про Да Все Я буду Хорошо Давай Иди сюда И вот это вот Такой Чего изволите То есть Это как бы Это не искусство Это не культура То есть Культура Она сама по себе Живет Она как-то Какими-то Занимается Самостоятельными действиями Она конечно взаимодействует С обществом Обязательно То есть Она должна как-то там Разговаривать На каком-то языке Общественном Но Это должно быть Как-то Должен быть Пас Со стороны Культуры Именно А тут наоборот Такое Типа Что вы хотите Такого там Да Мы будем петь Про политику Тоже будем петь Надо там Про это петь Будем мы это петь Будет фигня То есть Я не согласен с тем Что спрос рождает Предложение Если есть Общественный заказ Если люди Хотят слышать Басковы Или песню Про вишневую девятку То Их потребности Тоже могут быть Имеют право Быть Одовлетворены Такими Дело в том Что она Создается Не Простыми людьми Запрос есть Безусловно То есть Это понятно Люди хотят Веселиться Они не хотят Думать Но Как кто-то Сказал Из таких Великих людей Что Нужно Развлекая Поучать То есть Есть Какие-то Высокие цели Которые Доступны Допустим Именно Тому Самому Художнику Поэту Писателю Но Недоступны К сожалению Большинству Населения Он не может Просто сказать Ребята Мы должны Думать И он В какую-то Игровую форму Пытается Как-то Написать Так Чтобы Его поняли Ну и Чтобы одновременно Что-то там Зашевелилось Что-то там Воздействует То есть Это компромисс Получается Безусловно Он просто Художник Обозначает Горизонты К которым Нужно Стремиться То есть Люди У людей Всегда Есть Ориентир На который Они равняются Они понимают Что Люди Искусство Они в этом Разбираются И они Дают Возможность Инженера Человеческих Душ Невозможно Невозможно Чтобы Простой Человек Занимался Искусством На том же Уровне Что и Профессионал Это просто Невозможно Хорошо Но искусство Оно должно Ставить На ваш взгляд Вот эту Максимальную Планку Если мы говорим Музыка Шостаковича Допустим Далеко не всем Понятно И вообще Достаточно Многие вещи Достаточно Тяжело Слушать Или Возьмем Недавний Пример Это Фильм Трудно быть Богом Германа Который Досмотреть Не может До конца Абсолютное Большинство Тех Кто идет Вот я знаю Человек Который С третьей попытки Это все-таки Сделал И Леонид Ермоль Который был В нашей студии Он тоже Говорил Что это Действительно Сложно Вот этот Фильм Досмотреть До конца Его сложно То есть Искусство Оно Должно Быть Понятным Или Искусство Должно Быть Прежде всего Искусством А уже Поймет Или не Поймет Человек Это уже Вторично Мне кажется Что искусство Должно Быть Просто Разным Начнем С того Что Людей Много Разных Всяких И В том числе И творческих Людей То есть Есть люди Которые Принципиально Не хотят Ничего Делать Для того Чтобы Их Понимали Вот я Буду Работать Как Не знаю Как тот же Ван Гог Я буду Ван Гога Поняли Ставить Какие-то Цели Ставить Какую-то Свою Метафизику Разрабатывать Цели Полагания Вот И Что там Будет Будут ли Покупать Мои Картины Люди Будут ли Они Меня Носить На руках Или Будут Просто Не Замечать Меня Это Меня Не Интересует А Могут Быть Люди Которые Как-то Сочетают Тут У нас Потребности Есть Да Хорошо Но Тут Мысли Я Хочу Их Тоже Давайте Как-то Соединим Ты Говоришь Компромисс Но Это Тоже Прикольно Давайте Звонок Примем Так У нас Какие-то Игра В Пушки Мышки С Нашими Радиослушателями 672 672 93 9 672 13 93 9 Был Исчез Ну Возможно Снова Появится Ну Что ж Да Мы Надеемся Что Все-таки Пробьется До Нас Это КГБ Точно Это Видно Сразу Ну Не Знаю Это Их Стиль Работы Какие Другие Спецслужбы Ну Продолжая Все-таки Разговор Об Искусстве И продолжая Разговор О Снобизме Может быть В искусстве Потому Потому Что Нередко Приходится Сталкиваться С таким Мнением Что Вот Например Человек Любит Ну Не знаю Возьмем Пруста В качестве Примера И он Такой Ну Чего Вы Считаете Дюма Мол Дюма Это И так Далее Очень Часто Я сталкиваюсь В последнее Время С такими Людьми Которые Достаточно Негативно Относятся К тому Что Находятся Как им Кажется Ниже Вот Определенного Уровня Вот Этот Снобизм Он Откуда Как Вы Считаете Ну Отстатности Конечно Снобизм Как Некая Общая Часто Да Конечно Это Определенная Общность Людей То есть Вот Они Себя Называют Интеллигентами Они Далеко Не все Интеллигенты Но Они Так Хотят А Интеллигенты В твоем Понимании Это Кто Это Сложный Вопрос Можно Ответить Я Не Интеллигент Человек Который Пытается Думать Сопереживать Там Что-то Анализировать Там Пытается Это Не значит Что у него Получается Но Он Вот Все Время Пытается Это Делать Там И Как Так Это Хорошо То О чем Ты Сейчас Говоришь Это Нежа Правильно Определение Человека Который Вот Действительно Что-то Пытается Делать Скажем Так А Если Человек Хочет Называться Интеллигентом Ну Главное Чтобы Остальные Подтвердили Все Простачки Как раз Таких Людей Возникает Снобизм Которые Хотят Больше Продемонстрировать И Обозначить Свой Социальный Статус Просто Вот И Такие Ну По Крайней Мере Мы Это Делаем Без Подготовки Да Мы Так Играли Так Мне Кажется Вот Не Ну На самом Деле Если Человек Сноб Это Как Правило Идет От Комплекса Неполноценности То Есть Он Боится Чего То Он Как То Стесняется Любой Человек Он В нем Глубоко Сидит Комплекс Неполноценности Даже Обезьянки Они Когда Чего-то Делают Чего-то Такое Что Вот Они Необычные И Они Так Поглядывают На Своих Сородичей Все Нормально Все Правильно Я делаю Нет Нормально Или Нельзя Так Делать Если Все Хорошо Она Продолжает Делать Если Нет То Она Начинает Уже Напрягаться Это У нас Заложено Так Устроено Я Просто Хочу Понять Вот Это Отношение Все Так Как Мне Кажется Что У Тебя Достаточно Негативная Контеллигенция Но Если Мы Посмотрим На Вообще Структуру Человеческого Общества Ведь Все Иерархично Есть Те Кто Занимается Условно Физическим Трудом Есть Те Умственным Есть Те Кто Занимается Искусством И Кстати Люди Искусство Это Часто Относится К категории Интеллигентов То Ты Против Этой Иерархии Которую Нет Я Не Против Я Не Могу Быть Против Потому Что Если Это Естественно Получается Значит По Другому Как Это Сейчас Нельзя В Что Они Ничего Не Делают Они Делают Какой То Шум Создают Единственное Прибить Яйца К Мостовой Я Понимаю Жест Все Это Осветили Показали Во всех Газетах Напечатали Хорошо Ладно Но Ты Это Сделал Да Ты Молодец Даже Кстати Я Может Отчасти Понимаю Он Что Те Он Что Те Делал Он Поджигал Что То Там Я Помню Это Вот Но Зашивал Рот Но Это Как То Человек Вот Он Сделал А Что То И Как То И Все И Вот Его Больше Нигде Нет Я Его Не Понимаю Я Не Не Вижу Ничего Никого Движения Я Понимаю Что Это Просто Человек Сделал Ради Картинки Это Его Акционист Говорят Может Это Его Некий Попытка Создать Некий Символ Который В конечном Я Думаю Что Он Как Человек Как Всякий Человек Искусство Он Человек Эмоциональный Он Находится Очень Сильно Под влиянием Какой-то Группы Определенных Людей Которые Ему Не то Что Внушают Какие-то Мысли Но Они Трансформируют Туда Транслируют Эти мысли И Вот Он Эти мысли Как-то Усвоил И Он Хочет Выплеснуть И Выплескивает Так Но Я вижу Что Это Бесплодно То есть У людей У простых Это Вызывает Просто Оторжение Омерзение Они говорят Что это Какое-то Фуфло Дайте Нам Лучше Группу Любая То есть Это Плохое Искусство Классическую Музыку Например Тоже Слушает Гораздо Меньше Людей Регулярно Чем Апсу Ты можешь Себе Представить Человека Который Даже Не знаю Как сказать Слушает Или Смотрит Художника Павленского Ну То есть Вот В здравом Уме Я могу Представить Как суть Какое-то Искусство Понимаешь Да Как люди Ты говоришь Классическую Музыку Мы можем Слушать Мы можем Смотреть На какие-то Картины Долюбоваться Залипать На час Или кино Германа Можно смотреть А можно Не смотреть Можно Смотреть Можно Это Хотя Это труд Мне кажется Что В искусстве Тоже Существует Иерархия То есть Искусство Нужно Для того Чтобы Вдохновлять Человека Вот Например Классическая Музыка Вдохновляет Музыкантов Которые Работают В более Популярном Жанре Скажем Вот так Все И работает Ну Кстати Насчет Вдохновлять Черный Квадрат Вдохновляет Малевича С какого-то Момента Он перестал Вдохновлять Потому что Ну Если Потерял Свою актуальность Насчет Дорогих Харсей На данный момент В какой-то момент Наверное Он был важен Может этап Не знаю Конструктивизм Опять же Это что-то Дало Это большой Толчок Для современного Искусства Это разлом Такой Слон Нужно Потереть Надо Отмыть Может там Что-то Поднимут Там говорят Красный Круг Есть Поднимут Вообще Это же Победа На солнце Да Была То есть Это Абсолютная Противоположность На Малевич Выстрелил Малевич Стал Он Тоже Был Повсарбач До него Совсем Никем Не понятый Человет Который Сделал То же Самое Я Вот Сейчас Чтобы Никто Не думал Я Просто Не помню Как его зовут Какой-то Француз Он Тоже Нарисовал Черный Квадрат Но Его Никто Не понял Он Сделал Это Легко И С Юмором А Малевич Это Сделал Как Концепцию Вот Он Так Вот Прям Поставил На стол Жрите Его Вот И Вся Разница Соград Концепция Она Нужна Искусству? Ну Конечно Нет Должны Быть Такие Люди Как Павленский Безусловно Я не говорю Что Это Плохо Что Вот Он Есть Такой Гад Павленский Давайте Его Посадим В тюрьму Или Куда Там Депортируем Чтобы Его Там Не было А Пусть Будет Здоровое Искусство Нет Всякое Искусство Нужно Нужны Сумасшедшие Наркоманы Безумные Абсолютно Субъекты Но Должно Быть Какое-то Тело Искусство Тело Культуры Которое Должно Как Сколько Там Лет Мы Не Можем Никак Достичь Какого-то Устойчивого Такого Роста В культуре Появляются Какие-то Люди Там Не знаю Растеряев Хотя бы Но Все Это Как-то Не знаю Может Я уже Как-то Вырос Из этого Прилепин Быков Водолазкин Вот Это Не Ну Наверное Да Я Как Читатель Могу Это Да Но В принципе Мужики Да Они Как Им Нужно Что-нибудь Прочитать Посмотреть Это Взрослые Те Которые Растут Вот Молодые Молодежь Музыка Нужна Музыка Это Важно Для Них Они Хотят Слушать Что-то Там Вот Такое Что Позовет Куда 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 Что-то Более Эмоциональное Реально Проходит Время Я Понимаю Что Остались Конечно Там Все Эти Наши Герои Рок Да И Даже Кстати Вот Я Уважаю Пусть Они Там Молодцы Что Они Продолжают Свои Дела Эти Все Делать Ну Как Это Все Так Постным Таким Стало И Это Уже Никуда Не Зовет Это Уже Никуда Не Дергает Я Иду По Невскому И Я Вижу Что Люди Играют В Переходах Там Стоят На Углах Под Гитару Они Чего Поют Не Цоя Поют Или ДДТ Ну ДДТ Ну Такое Раннее ДДТ Такое Которое Свободушки Не Просило Хотя Кстати Шевчук Он Что Там Как Раз Протест Какой Пытается Я Не Знаю Я Слушаю Я Вроде Его Младше А Мне Кажется Что 13 Летний Человек Какой Мальчик Рассуждает О Политике Мне Кажется Смешными Его Там Про Ментовскую Власть Что Это Вообще За Фразы Какие От Взрослого Человека Ну Я Понимаю Когда Это Говорит Там Мальчик Он Не Понимает Вообще Как Устроено Все А Ну Когда Уже Взрослый Человек Мне Как Это Эпатаж Какой То Я Не Знаю А Как Вы Относитесь К Андрею Макаревич Не Знаю Мне Кажется Что Он Всегда Был Как То Обласкан Но Его Запрещали В Советское Время По Крайней Мере Нет Ничего Там Не Запрещали Конечно Ему Прижимали Его Деятельность Но Вообще Это Был Один Из Самых Хорошо Зарабатывающих Людей В Советском Союзе Шоу Бизнеса Советского Шоу Бизнеса Его Везде Слушали Его Везде Переигрывали Играли Везде Пластинки Там Да На Всех Этих Дискотеках На Танцах Вот Мне Просто Это Как Б Ну Я Общался С Очень Многими Людьми Которые Которые Мне Это Все Могли Рассказать Я Это Еще Как То Застал Я Довольно Старый Уже 76 Года Вот Я Помню Что Это Ну Уже Конечно Был Конец Советской Власти Но Макаревич Уже Был Такой Макаревич Ну Сейчас Его Конечно Никто Не Считает Таким Мэтром Ну Кто То Его Любят Конечно Но Я Вообще Отношусь Совершенно Ровно Его Искусство Меня Не Задевает Я Вижу Что Это Сделано Хорошо То С точки Зрения Техники Как Сделаны Стихи Как Сделана Музыка Ну Не Сам Допустим Что То Делал Но Тем Не Менее То Я Вижу Что Это Хорошая Работа Хороший Уровень Но С точки Зрения Как Искусство Это Меня Не Цепляет Конечно Вообще В рок Среде Российской Или В рок Движения Рок Клуба Как Раньше Говорили Просто Упростим Это Понятие Или Наоборот Усложним Его Солидарности Нет Судя По Вашим Словам Это Некое Такое Абсолютно Разрозненное Общество Дело В том Что Потерялась Какая-то Объединяющая Сила Допустим В советское Время Когда Ленинградский Рок Клуб Был Я Просто Общался С людьми Которые Там Были И Они Что Говорили Была Общность Люди Как-то Понимали Что У них Что-то Есть Общее А Сейчас Что Общего Приходит Группа У нас Сейчас Новый Рок Клуб Она Говорит Не Буду Называть Давайте Мы Объединимся Мы Будем Вместе Мы Будем Делать Новый Рок Мы Создадим Новую Культуру Рок Мы Все Оживим Давайте Мы А что Вместе Что Делать Вместе Фестивали Организовывать Вместе Они Не Хотят Вместе Играть Они Хотят Отдельно Играть Свои Деньги Зарабатывать А Твои А Ты Придешь И У них Будешь Забирать Деньги Их Будешь Деньги Забирать Ну Как Это Они Не Хотят Они Хотят Свою Лелеять Армию Алисы Построить Под крылышком Вот Они Этим И Занимаются И Каждая Группа В принципе Этим Занимается И Ну Мы Конечно Выше Этого Но Тем Не Мене Вы Будете Расыпать В клубе Мелана Пэкдена Это Будет Завтра 7 Часов И Там Тоже Продаются Билеты Так Что Коммерческая Составляющая Никуда Не Исчет Но Тем Не Мене Можно Послушать Группу Огнелед В полном Составе И Группа Эй Чувак И Далее Можете Прочитать В интернете Как Он Называется Также Завтра В 7 Часов В клубе Мелана Пэкдена Спасибо За Это Интервью Спасибо Что Пришли Всего Доброго И До Свидания Всего Доброго До Свидания